И снова здравствуйте! С вами Алексей Рябков и Илья Наларина. Мы в новом таком большом формате гостях у интересного человека. Да, интересный человек Виталий Котловский, создатель, основатель, руководитель вот такой школы-студии .Импро. И про это сейчас поговорим, в чем же заключается то самое импро, потому что я знаю, что это важный аспект направления вашего дела. Здравствуйте! 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 Спасибо! Жизнь тоже такая, как маленькая или большая импровизация, потому что все время нужно импровизировать. Очень здорово, что такие студии появляются. Ваша одна из крупнейших, даже, наверное, в России. И удивительно, как человек приходит в таком направлении. Ты можешь заниматься, ну, чем угодно. Почему вот этот бизнес? Я так понимаю, что он вообще даже не очень-то и простой. Почему он? Он однозначно не очень простой. Изначально вообще не задумывался как бизнес, потому что я сам познакомился с жанром импровизации совершенно случайно. И, так сказать, может быть, примечательно, что я, в принципе, человек далекий от сцены. У меня нет актерского образования. И импровизация — это было моим хобби длительное время. Параллельно я работал работу, значит, в офисе, все как полагается. По вечерам я ходил заниматься в свою группу. Тогда это была одна из вот первых таких групп по импровизации. Соответственно, это даже было, знаете, очень-очень что-то далекое от того, что сейчас происходит уже, да, по прошествии десяти лет, очень отличалось тогда от того, что есть сейчас. Но, тем не менее, меня эта штука очень сильно увлекла. Такая отдушина была. Это было отдушина вообще не то слово для меня и для всех, кто ходил в эту группу. И спустя, вот, собственно, наверное, года четыре, может быть, пять, я уже поднабравшись опытом, потому что я уже тогда, так сказать, ну, руководитель нашей команды, он отошел отдел. И, так сказать, я стал лидером вот в коллективе. Мне очень нравилось. Я вообще изучал импровизацию вдоль и поперек. Я ездил на различные фестивали за границу, потому что тогда еще не проводилось фестивали по импровизации в России. Сейчас-то, и, в принципе, есть их совсем немного. И вы, кстати, тоже один из организаторов. Да, 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 совершенно верно. Мы первые, кто начал. Мы вообще международный фестиваль сделали. Тогда еще это было возможно. Сейчас уже он статус всероссийского, так сказать, получил по понятным причинам. Ну вот, чтобы разобраться. Импровизация. Очень много таких внутренних, скорее даже, определений, потому что все равно же как-то больше интуитивно люди понимают, про что это. Видят импровизации комиков, видят импровизации актеров. Что такое вот ваша импровизация? Да, очень хороший вопрос, потому что импровизация у всех действительно своя, свое понимание. И мы вообще, когда слышим слово импровизация, у нас же мозг, так сказать, отказывается что-то не понимать, и мы всегда сравниваем с чем-то. Ну, наверное, это что-то типа стендапа, люди часто говорят, или что-то типа КВНа, или типа... Спонтанные какие-то действия. Спонтанные действия, да. И вообще импровизация — это такой отдельный жанр, да, суть которого в том, что все, что происходит на сцене, вот оно и создается в тот момент, когда, ну, собственно, зритель за этим выступлением наблюдает. То есть вот в этом главная фишка. А дальше уже форматы. Это может быть что угодно, да. То есть это может быть что-то такое, что-то комедийное, с какими-то гостями приглашенными, например, бывает импровизация. В импровизации есть определенные форматы. То есть мы не знаем заранее, какие там будут персонажи, например, ни актеры, ни зрители. Может быть там локация, вообще кто, что будет происходить, истории — нет. Но у нас может быть, знаете, такой как бы скелет, то есть некие условия. Условия, в которых актеры играют эту историю, да, или вот это... Ну, предлагаемые обстоятельства как бы задаются, условно говоря, или нет? Ну, не совсем так. А что тогда? Вот не совсем так. Скорее, скорее задача. То есть, например, ну, условно, если взять какие-то такие более, ну, скажем, попсовые, да, форматы импровизации, которые мы видим на ТНТ, это может быть формат «меняй». И формат «меняй» предполагает, что если ведущий, актеры играют какую-то сценку, историю, и в любой момент ведущий может сказать на любую фразу или действие «меняй». И актер, импровизатор должен быстро придумать новую фразу, которая поведет историю вообще в другом направлении, да? То есть там, ты мне так нравишься, меняй, слушай, нам нужно расстаться. Все. И зритель видит, что это искренняя реакция, это действительно настоящая спонтанность, и это то, за что я люблю импровизацию, все любят импровизацию, все здесь остаются. То есть там не нужно даже, скажем так, в импровизации каждый может стать звездой, вне зависимости от того, какой у него есть, ну, там, сценический опыт или какой он человек. Потому что как только человек, вот актер, давайте, импровизатор начинает притворяться, это сразу же всегда очень хорошо видно. Когда он играет в себя, полностью погружаясь в обстоятельства, разумеется, да, то есть в эту игру. То есть все равно нужно отыгрывать прям по-настоящему. Раскрываться, я даже так понимаю, что вот раскрывать в себе что-то. Я бы сказал раскрываться, я бы даже сказал не закрываться, потому что многие приходят, у них есть уже установки, типа, нам всем сказали, что ты и сцена, это вообще не близко, я не умею, и люди очень часто приходят и говорят, ой, я вообще не умею, я вообще не могу, и прочее, и прочее. И вот как раз-таки мы помогаем с помощью импровизации от этих установок уходить. То есть, дружище, ты никогда не выступал, я вообще нет, вообще, это что это такое? Через 8 занятий ты будешь выступать. Все, на сцене, у нас, да, у нас есть свой небольшой уютный зал с оборудованием, с освещением, и все, через 8 занятий человек уже выступает на сцене. Приходят зрители, бывает человек 50-60 уже на твоем первом выступлении в жизни, а еще и импровизация. И люди, конечно же, такие, что, как, ну, это же страшно. Это я, да, это не за мной. Это очень страшно, да, это не про меня совершенно. И после первого выступления как раз-таки происходит вот это вот понимание, не знание о том, что я там, а вот именно понимание, что вау, действительно, почему нет? Я два месяца назад захотел, через два месяца я уже звезда и уже человек на первом выступлении срывает аплодисменты какие-то, да, то есть он чувствует эту любовь. Получается, владеет пространством, владеет собой, владеет залом, то есть все это происходит. То есть не просто он попробовал и испуганно вышел, а он вот прямо почувствовал эту точку опоры. Хороший момент. Не могу сказать, опять же, мы же все в сравнении, да, мы представляем. Не могу сказать, насколько человек через восемь занятий может прямо владеть навыками на каком-то серьезном уровне, да, то скорее, скажем так, меняется его отношение к этому. Но это первый шаг он точно сделал. Абсолютно. То, что было сакральным и неприкосновенным, оно становится частью вот человека. Естественного такого состояния. И более того, ему это еще и нравится. То есть не просто сцена, как, знаете, такая, типа... Надо, как это холодная вода. Как удовольствие. А вообще, если получать от этого фан. Да, страх сцены, страх камеры – это очень частая проблема. Для тех, кто, вот, не знает, нужно прийти в студию импровизации и решить эту проблему очень быстро. И это будет качественно, весело, да, отдушенно, да. Я слушаю вас, стараюсь понять, для чего, для чего люди приходят. Для того, чтобы заниматься творчеством, для того, чтобы вздохнуть вот этим вот, наконец, творческим воздухом, назовем его так. Для того, чтобы преодолеть свои какие-то зажатости, страхи, да, позлиться там, покричать, посмеяться. Ну, я еще думаю, узнать себя получше, потому что ведь наверняка достаются такие вещи, которые, может быть, ты в себе даже не предполагаешь, что это может быть. В хорошем смысле этого слова. Мне кажется, вообще очень здорово, когда человек узнает себя разной грани, когда там проживает страх и агрессию, и обиду, да. Но только понимает, что это игра, и это должно помогать в жизни. Как жизнь меняется у людей, которые занимаются ампровизацией? Классный вопрос. Как меняется жизнь? Наверное, будет правильнее всего рассказать про свою жизнь. Потому что про жизнь других я, ну, не всегда удается узнать. Ну, знаете, люди, например, приходят, бывает, ну, вот вы спросили, зачем люди приходят. Иногда они говорят одно, но сами приходят за чем-то другим. Ну, не то, чтобы они там лукавят, просто человек не всегда сам понимает, а что его притянуло. Осознают еще до конца. Да, конечно. И вот, например, говоря про себя, опять же, я тоже долгое время не мог сформулировать это, да. И у меня сейчас тоже, знаете, из года в год меняется представление. Вот в импровизации очень, знаете, такие много слоев. То есть нельзя так, оп, я импровизатор, или оп, я преподаватель импровизации. Постоянно происходит процесс изучения, как вы сказали, вот себя, себя с другими в коммуникации. И импровизация – это очень крутой инструмент. И вот говоря про себя, меня очень в импровизации зацепила ее философия. Она суперпростая. Ну, вот в импровизации есть определенные принципы, правила, да, которые помогают как раз-таки импровизаторам, ну, вместе на ходу создавать сценки, создавать истории. И главная философия импровизации – это принцип «да и». Ну, такой очень, как бы, простой, но вместе с тем для взрослого человека крайне сложный. Мы вроде как понимаем, что это такое. «Да и» – это означает принимать идею и добавлять что-то свое. И вот импровизация строится на этом. И это же можно при желании переносить в жизнь. Ну, вообще, это очень шикарный принцип. Это очень мощный, на самом деле, инструмент, супернедооцененный, особенно в нашем… Ну, давайте, я не очень люблю этот, как бы, термин «менталитет». Ну, мы понимаем, очевидно. Нормальный термин, да. Так и есть. И вот это «да и», вот эта философия – это то, что меня зацепило и, в принципе, держит до сих пор не просто сама импровизация как жанр, а импровизация как вот этот дух. Как стиль жизни. Импровизация как стиль жизни, импровизация как способ коммуникации, импровизация как, знаете, как комьюнити. Вот как комьюнити, сто процентов. Люди приходят самые разные. И ты понимаешь, что дело… Знаете, мы любим, ну, мы иногда говорим, вот этот человек такой-то, этот человек не такой-то. Ну, то есть, вешаем какие-то ярлыки, да. А на импровизацию все почему-то приходят. И все такие хорошие. Понимаете? И суть не в том, какой человек, а суть в том, в какие обстоятельства его погрузить. То есть, суть в том, в каких обстоятельствах мы с ним коммуницируем и общаемся. И импровизация – это как раз-таки идеальный, как это назвать правильно, пространство, атмосфера, условия. Условия, потому что… И, кстати, да, для роста, извините, да, то есть, такие, знаете, безоценочности, да, пространство, вот безоценочности. Потому что мы все, взрослые, настолько постоянно находимся вот в этой среде оценочности, наоборот, да, что для многих вот это вот как глоток свежего воздуха. Еще про блоки я хотела сказать, что мы же живем обычно в системе «да, но» или «нет, но». Вот говоришь «да, да», «нет, ну так же нет», потому что «но», и вот начинаются эти барьеры. То есть, убираются эти первичные барьеры внутри, которые разрешают тебе, а ты попробуй вот так, а ты попробуй что «и», еще вот это, еще вот это будет в твоей жизни. И страх неудачи. Да, серьезный момент. В твоей жизни же ты как, попробовал, не получилось, больше не будешь, да? Да, 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 все, не мое. Получилось, ну что, давай еще, давай еще купим, давай добавим еще какие-то обстоятельства. Более того, я даже добавлю, что в импровизации ошибки не просто, так сказать, ну, там, избегаются, они поощряются, наоборот. То есть, все, что мы делаем на занятиях импровизации, например, любая там разминка какая-то или упражнение, они зачастую нам целены на то, чтобы выстроены таким образом, чтобы человек не мог не ошибиться, ну, в таком стандартном понимании этого слова. Но важнее то, с чем мы работаем, это то, как он отреагирует потом на тот факт, что он ошибся. То есть, мы там что-то запутались где-то, там, быстро не сказали, какую-то ассоциацию не придумали, мы там пятерочку друг другу даем, да, типа, классно, здорово. И даже на выступлениях, ну, например, да, мы с вами втроем начинаем какую-то сцену, я не знаю, мы там на корабле, Алексей, там, капитан корабля, например, да, и тут оп, так получилось, что я забыл, не услышал, что Алексей капитан корабля, да. И, не знаю, я ему отдал приказ случайно во время сценки, да, и со стороны это может, понимаете, да, как бы... Ну да, нарушение, субординацию, да. Но мы всегда в импровизации этот момент используем, то есть, мы говорим, важно не какая нота была сыграна сейчас, а важнее то, какая будет сыграна дальше, да, и, то есть, мы эту сцену можем таким образом перевернуть, что и фишка не станет, что каждый из нас считает себя капитаном. Три капитана. Да, да, три там, да, да, то есть, и начинается вот эта вот боевая за статус, например, да. Это очень крутое качество для жизни. Абсолютно, сто процентов, да. И это очень легко переносится. Давайте так, легко в плане... На самом деле, нелегко. Ну, ты формируешь навык. Да. В дружесной среде. Ты попробовал раз, попробовал два, и все равно ты потихонечку пропитываешься этим и начинаешь применять в жизни. А попробую-ка я не как обычно, что-то мне сказали негативное, и отреагировал так же негативно, да, а попробую пошутить, попробую изменить обстоятельства, сделать им другими. Например, так, да. Я имею в виду нелегко в том плане, что не всегда людям действительно прям суперлегко дается вот это вот... Ну, умение отреагировать, наверное. Поменять отношения скорее, что можно и так. Да, идет какой-то зашвор, какой-то сценарий уже внутренний, тот самый, не импровизационный. Нет, я должен так проагировать. Да, конечно. Ну, это очень здорово, что вы как раз раздвигаете вот эти границы ментальности человека, да, даете ему почувствовать вот что-то пространство шире. А что так тоже можно было? Да. Точно. Еще вот так. Мне интересно, вы сделали реализацию бизнеса. Естественно, вы стремитесь к развитию. Да, вот про ваши уровни тоже очень интересно. Профессиональная импровизация, да, какие она включает в себя компоненты? Каких преподавателей вы привлекаете, да, какие скилсы у них должны быть, там, навыки, способности? Что прям важно, что не очень, уже по вашему опыту. Да, спасибо. Вопрос тоже очень хороший. Мы пробовали различные схемы, и очень разные преподаватели, так сказать, участвуют в том проекте, который называется «Точка импро» сегодня. И небольшой наш вот, даже не большой уже опыт подтверждает, что нету прямой корреляции между, например, ну там, образованием, которое есть у преподавателя, и успехом, ну, какой главный показатель, да, главный результат – это группа, это выступление, это сплоченность команды, и корреляции между непосредственно вот образованием и успехом вот этим вот этого результата, его нету. Самое главное, чтобы человек, который преподает, он был тоже, какое бы сейчас правильное слово тоже употребить, да, ну, давайте, скажем, фанатиком. На волне, на одной волне. На волне, то есть чтобы он тоже, он верил и заражал этой верой импровизации, да, людей, которые в группе. То есть у нас каждый преподаватель, это не просто преподаватель, который в группу пришел, от его занятия ушел. Это, знаете, это и преподаватель, это и наставник, это и друг, это и где-то аниматор, да, потому что нужно понимать. Это очень важно, это и психолог. Мы проводим для наших преподавателей периодически, ну, например, какие-то тренинги дополнительные, да, там, по командообразованию, потому что недостаточно просто, ну, учить каким-то навыкам, да, предмета. Очень важно следить, создавать, задавать атмосферу правильную, атмосферу, условия, в которых люди могут овладевать этими навыками. И вот некоторые преподаватели есть такие, которые замечательно знают свой предмет. Причем я говорю сейчас, наверное, ну, в общем. Предмет. Предмет, да, предмет. Но помимо вот, помимо предмета, помимо вот этих вот хард-скиллов каких-то, да, очень важно помнить о том, что мы работаем с людьми. К нам приходят люди, взрослые, к нам приходят люди со своими какими-то представлениями, друг о друге тоже. И вот то, как выстроена коммуникация в группе, то есть то, насколько человек вообще готов открываться перед другими людьми, это намного зачастую важнее, чем знание того, как объяснить, например, там, то или иное упражнение. Хотя это, конечно, тоже супер важно. Поэтому у нас преподаватели, это ребята, которые, ну, имеют опыт непосредственно в импровизации. Многие из них, у них тоже есть и актерское образование. Кто-то из КВНа приходит, например. Есть у нас, да, девочка там с 15-летним или 20-летним опытом в КВНе. Она играет вот в премьер-лиге. То есть самые разные бэкграунды. Но самое главное, это вот умение чувствовать группу, понимать людей. Ну, чтобы действительно была не просто одна волна, вот такая, получается, как сеточка, вот связанных друг с другом, ниточками, я не имею в виду, там, с хованными одной цепью. Ну, вот была бы вот это какая-то такая легкость, которая вот всех объединяет. Для таких вот больших проектов характерно, что постепенно появляется коммунити. Люди начинают сами как-то организовываться, как, не знаю, например, там, да, ты уйдешь в другую страну, в другой город, такой погуглил, вот есть общество, можно прийти потанцевать. Как происходит у вас, если уже коммунити? Развиваете ли вы в этом направлении тоже? Да, конечно, опять же, коммунити – это прям вообще ключевое, наверное, да, такой момент, который удерживает людей в импровизации, это коммунити. Есть коммунити и внутри точки. То есть мы стараемся, опять же, человеку дать не просто курс, а возможность. Мы очень часто приводим в пример, такой вопрос задаем на наших ознакомительных занятиях. Какой лучший способ выучить иностранный язык? Ну, да, такой риторический вопрос отчасти, да. Лучше всего это погрузиться в среду. И вот здесь мы стараемся создавать среду. То есть каждый день у человека есть возможность, почти каждый день, да, сходить на какое-то выступление, например. То есть у нас в месяц проводится, там, не знаю, до 20 выступлений, ну, разного уровня. И как участники, и как зрители. Совершенно верно. Да-да-да. У нас есть то, что мы называем джемы, например. Это когда люди из разных групп приходят и вместе что-то играют, тоже под руководством, опять же, преподавателя, да. Есть различные лабораторки, это, то есть, тематические мастер-классы два-три раза в месяц, посвященные какому-то навыку, например. И это тоже все около импровизационное, да, начиная от какой-то вот темы, как развивать отношения, например, да, в сцене, и заканчивая каким-нибудь рэп-фристайл, то есть в том числе. Огонь. Да. Огонь. Мне тоже кажется, что огонь. Настолки, какие-то квизы, викторины, выезды, например, вот у нас будет через буквально две-три недели ежегодный выезд в Моторный, это Ладожское озеро, то есть 200 человек приезжает импровизаторов, и мы тусим по-своему. Не надо импровизировать на Ладожском озере. Да, опять же, тусим, причем как бы без алкоголя, это не то, чтобы какой-то запрет, но так получается. Просто не надо. Просто не надо. Что вы здесь делаете, люди, собрались, не пьете, не едите, да? Импровизируйте. Импровизируйте. Да, совершенно верно. И по всему миру, вот есть это сообщество, в принципе, сегодня, очень, ну, куда бы ни приехал, там, скорее всего, есть студия, школа импровизации, тоже, опять же, в Европе, очень во многих городах, тоже от мала до велика, вот проводятся фестивали по импровизации международных, куда люди съезжаются со всего мира. А где импровизация сейчас ярче представлена, больше? В каком месте мы находимся сейчас? А Петербург? Хороший вопрос, потому что мне сложно на него ответить. Вообще, изначально импровизация зародилась именно как отдельный жанр. в середине 20 века в Штатах и в Великобритании примерно, ну, примерно одновременно, как это часто происходит. В Штатах, наверное, самые известные школы импровизации, самые большие. Ну, все так, что такое размер, вообще сложно сказать, да, по каким критериям. Вот. Но почему интересный, еще раз вопрос, да, потому что у нас развитие импровизации, оно происходило немножко другим способом, скажем так, да. То есть, во-первых, у нас в 2000-м еще вообще не было. Да. Именно как отдельно. Вот импро или импров. Да, да, да. Не было. Не услышать, в принципе. Понятно, что есть импровизация для актеров, безусловно. Но именно как отдельный жанр, да, в 2010-м году что-то начало постепенно зарождаться, появляться. Представляете, 60 лет прошло, да. И очень быстро после этого у нас появляется там шоу на телевизоре, на телевидении, да, комедийное шоу. И это тоже определенное влияние оказывает на формирование впечатления о том, что такое импровизация у людей. Ну, то есть, это больше в комедии выходит. Да, надо быть смешным. Да, типа надо быть смешным. А я не смешной, например. А это побочный эффект. Понятно, что для телевидения, конечно же, важна плотность юмора, шуток. Безусловно, без этого никто смотреть не будет, там другие правила работают. Здесь, опять же, философия импровизации, если прийти к нам, мы не учим шутить. То есть нет, у нас есть отдельные занятия по юмору для тех, кто хочет. Но именно основной курс импровизации не предполагает, что мы разбираем, что вот это шутка, вот есть подводка, есть там панч и так далее. Мы не мыслим в такими категориями. Юмор — это побочный эффект, который рождается в результате спонтанности, искренности и вот этого здесь и сейчас. А что должно быть? Это драма, да? Законченная какая-то сцена. Что получится? Что получится? Вот что человек, вот в этом и прикол главной импровизации, что что получится, оно и будет, конечно, в основном и очень часто это получается смешно, потому что происходит столкновение каких-то, вот противоречия какие-то, опять же, быстрые моментальные реакции, которые очень ценятся зрителям. Ну и искренность, наверное, вот эта, которая играет, цепляет. Да, но это делается не для того, чтобы, о, у меня шутка пришла в голову, ну смешу, а я сейчас зрителям. Вот это как раз-таки очень часто, ну такой путь чуть-чуть в другую область, скажем так. Мимо импровизации, да. Ну. Заготовлена шутка или пришла в процессе, но нужно ее очень вовремя подать. Вообще в юморе очень сильно ценится импровизация как самый сложный жанр, потому что можно заранее придумать шутки, придумать, как подать, да, когда тебе во время разговора появилась шутка, это, конечно, очень сложно. Что с вашими, вот явно же, да, как люди занимаются, много лет, появились уже какие-то, наверное, небольшие свои звездочки. Конечно. Или даже звезды. Все, очень много звездочек и звезд, и, конечно же, и все наши преподаватели, которые выступают тоже, там бывают отдельным составом. И в каждой почти группе есть люди, которые чувствуют, что вот, ну то есть кто-то приходит, хобби, общение, фитнес для мозга, кто-то приходит, именно становится фанатом жанра. Кто-то хочет развиваться в импровизации, выступать в каких-то проектах, кто-то идет на телевидении, в том числе, там импровизация, команда, например, да, есть проект, кто-то идет туда. Да, вот этот, собственно, вопрос, какое развитие дальше у тех людей, как они себя показывают в жизни или находят новую карьеру в себе? Очень часто люди, опять же, связывают их, так сказать, успехи в импровизации с успехами вот, ну, жизненными. Опять же, как, насколько они связаны напрямую? Сложно сказать, потому что это, как правило, ну, знаете, какие-то вот, когда человек приходит в импровизацию, да, опять же, вот это, обладевает вот этим навыком, да, и принятие, он начинает на все смотреть немножко по-другому, видеть возможности. И он уже понимает, что, о, я могу предложить, например, какой-то свой ко-проект в компании, да, которым я могу бы поруководить, например, или я могу попросить, не знаю, повышение. Очень часто. Или, наконец-то, я, а почему я раньше не спрашивал, можно ли, могут ли мне побольше платить, например, да, то есть он получает какую-то свободу, да. Отлично. А можно было спросить. Можно уже было бы вывод. Да, 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 да. Вот. Можно мне побольше зарабатывать? Нет, нельзя. Ну, ладно, спрошу попозже. Ну, ничего, не буду расстраиваться. Буду импровизировать дальше. Буду импровизировать дальше, да. Поэтому, да, иногда люди прям спустя какое-то время даже уже уезжают куда-то и пишут какие-то приятные слова преподавателям, что вот спасибо, мне прям импровизация очень помогла рассказывать про свои успехи. Я думаю, что еще здесь есть такой момент, что у вас сейчас будет автология, начинает чувствовать момент, потому что как много бывает сожалений, вот надо было в этот раз спросить или подойти, а момент уже упущен. А здесь вот, наверное, здесь вот, наверное, есть такая открытость вот ситуация, которая, ну, там, не знаю, там, возникает во вселенной или как-то еще сильный момент. Отглядываясь на пройденный путь, как вы оцените, где сейчас находится ваш бизнес, ваш проект, да, куда дальше вы планируете его развивать? Как он вообще развивается в мире? Значит, у нас, конечно, да, были всякие разные сложности, точки. Я думаю, мы пошли уже все, что можно. Тут и пандемия была, тут и разные другие ситуации в нашей жизни. Шаги разные ситуации были, да. Сейчас мы, ну, изначально мы начинали, как у нас, импровизация для взрослых, проект. И вот относительно недавно мы решили, а что если, ну, очень много запросов было от родителей, ну, то есть люди к нам ходят родители и спрашивают, а что это такое для детей, вы не планируете открыть? И мы, собственно, вот и запустили проект для детей. У нас сейчас уже есть несколько групп уже, и мы проводили какие-то и проекты, ну, вот внутри этого проекта, там, какие-то и выступления детские, и лагерь у нас был по импровизации для детей. И вот это направление, я вижу очень большую перспективу, потому что я иногда думаю, что вау, если я на такую штуку выходил раньше, то... То есть сейчас бы уже был олимпийским чемпионом в импровизации. Вообще, по чему угодно, да. Или по чему-то другому. Да, да, да. То есть мне кажется, что это классная возможность. И еще очень важный показатель, лично для меня, что дети ходят сами, потому что они сами хотят ходить. Опять же, ну, на импровизацию. То есть не потому, что их родители заставляют. Музыкальная школа, скрипка, ребенок не хочет. Когда занятия, там, уже даже иногда сами добавляются вот в чаты, ну, то есть, и говорят сами за себя. Мы спрашиваем, кто сегодня будет на занятии, и они отмечаются. Я сегодня приду. То есть не родители за них пишут, они сами пишут. Мне кажется, что это тоже... Самостоятельность такая вырастает. Да, мне кажется, что это довольно такая важная, важный такой момент. То есть они сами видят какую-то ценность для себя в этих занятиях, да. То есть вот эти, видимо, подростковые истории, которые у всех на нас проживали, их, да, кому-то легче, кому-то сложнее. Там можно найти в этом выход. Сто процентов, да. Опять же, мне кажется, подростковый вот этот период, он у всех по-разному проходит. Но у кого-то проходит довольно тяжело. И, например, человек еще не умеет даже назвать эти вещи, которые внутри его происходят, да. Не может выразить, да, не может обратиться к кому-то... Ну, чувствует просто какие-то сложности, а как-то сформулировать их не может. Для того, чтобы все было корректно и мягко, и шутливо, да. А как принять себя, что я в очках, там, я худой, там, толстый, у меня там прыщи или что-то еще, да. Тут вот эти границы стираются, и можно... Конечно. Импровизируем. О, ты классный, да, мы берем тебя в команду, да, нам такой и нужен, да, чтобы быть колоритными. Отличается, ну, у всех, опять же, свой опыт. В школе, да, у кого-то дружные классы, у кого-то не очень. Ну, в целом, какой-то период очень часто есть, там, какой-то сложноватый, да, в школе, когда вот просто, ну, чуть-чуть сложнее, чем было там раньше или будет попозже. Вот в этот момент как раз таки, да, очень, мне кажется, полезно заниматься импровизацией, чтобы просто узнать, что вот такой способ общения, коммуникации, взаимодействия, он возможен. Приходи, пожалуйста. Ну, то есть человек хотя бы понимает, что это есть, вот. Вот, то есть я, когда ходил на импровизацию, когда еще только начинала себя заниматься, я потом сидел на работе, например, или где-нибудь в каком-то вот таком месте, я думал, а что мы вот так вот сидим и так уныло нам всем? Можно как-то сбодрить что-нибудь, да? Ну, то есть, да, и просто сидели, где люди берут себя так, просто, опять же, потому что это убеждение, это потому что они привыкли. Ну, то есть, что так принято, так нужно, но, камон, так не обязательно. Это не обязательно, то есть мы можем импровизацию вытаскивать в любой раздел нашей жизни, будь то, там, работа, отношения, опять же. Да, да. А почему каждый, почему мы просто, там, не знаю, ездим в отпуск один или, там, два раза в год, а почему я праздную день рождения, там, именно вот так вот, просто, там, сидя, например, за столом и поедая еду? Ну, условно, в этом нет ничего плохого, но просто иногда человек чувствует, но не может это назвать. А импровизация, как раз-таки, помогает назвать это. Ты можешь, как хочешь. Выйти за пределы рамок, то есть, я привык отдыхать только, вот, когда куда-то поехал, да? Почему ты здесь не можешь радоваться, да? Отдыхать прямо сейчас, в тех обстоятельствах, которые есть. И тоже, да, дети умеют находить общий язык. Давай поиграем, давай познакомимся, да? И вот они, пожалуйста, уже что-то создают вместе. А взрослые и подростки тоже, у них такая же проблема. Как это? Я буду его спрашивать, да? О чем он меня спрашивает? Вот представь, да? И вот этот барьер порвать, да, научиться снова коммуницировать, научиться снова строить отношения, мне кажется, это очень здорово, очень важно. Очень интересно вот эта связь с бизнесом, потому что действительно это раскрепощает, это раскрывает. Помогаете ли вы взращивать вот это отношение предпринимательское к жизни, к быту, да, воспитывать вот этот предпринимательский дух в человеке? И с какого возраста, ну, уже по собственному опыту, стоит его развивать? Спасибо. Вот как раз-таки говоря про предпринимательский дух, тут очень близко соседствует вот эта философия «да и» и предпринимательства. Потому что предприниматель – это человек, который видит возможности. И, например, если говорить про детское направление, мы даже сотрудничаем с школами для юных предпринимателей, которые приходят к нам, мы рассказываем про импровизацию, про точку импро, мы проводим тренинги, опять же, по импровизации, потому что эти вещи очень-очень близко связаны и коррелируют между собой. И более того, если, например, брать пример западный, так сказать, во многих школах бизнеса, импровизация, именно актерская, театральная импровизация, она включена в официальную программу. То есть, если посмотреть, да, я сейчас, конечно, боюсь прямо называть, ну вот, какие-то прям суперменитые, то ли Стэнфорд, то ли Кембридж, у них прямо, если посмотреть, да, вот программу, то в качестве факультативной деятельности, именно абитуриенты факультетов менеджмента, бизнеса, они могут выбирать импровизацию. Ну, совершенно точно, я могу по своим наблюдениям сказать, что, наблюдая успешных коллективных предпринимателей, у них всех очень ярко развиты коммуникационные навыки, и они умеют импровизировать, что очень-очень. И чувствовать момент, когда вот важно что-то сделать, нужно ли я. Есть, прямо сейчас. Да. Да, да. Как попасть к вам в вашу вот среду, что для этого нужно, да, чему нужно быть готовым? Как попасть? Просто захотеть. Так. Просто прийти, просто прийти на, у нас есть ознакомительные занятия, и мало того, что создают какое-то, ну, такое начальное представление о том, что будет происходить, они еще и бесплатные. В принципе, человек, так сказать, без обязательств каких-то может прийти и просто попробовать. То есть можно уже ходить, уже начинать сразу, да, не ждать там. Да. Зарплата придется сразу, не откладывая, пошел и общаешься. Безусловно, да. А какие условия для детей? В принципе, особо ничем не отличается от взрослых. Возрастные границы. А, возрастные есть, да. Да, у нас изначально мы начинали с возраста помладше, прям с шести лет, условно говоря. Через некоторое время мы поняли, что все-таки чуть-чуть рановато шесть лет и семь. Дети, конечно, очень разные, но им сложновато удерживать внимание. И иногда это превращалось, знаете, скорее в такую работу аниматора, а не преподавателя, да. То есть вот эту работу по удержанию внимания, просто чтобы они, так сказать, не разбегались. И поэтому мы решили чуть-чуть сдвинуть вот этот порог до десяти, одиннадцати даже лет. То есть у нас есть две основные возрастные группы. Это одиннадцать-тринадцать и тринадцать плюс. В принципе, мальчики, девочки, какие еще могут быть ограничения, в принципе, их нет. Сменку надо брать? Не обязательно. Можно просто в носочках. У нас везде чистые ковролины. А вот какую бы вы увидели коллаборацию с кем-то интересным? Ведь я так понимаю, что если импровизация, это такое пространство без границ по-хорошему, то ведь возможны какие-то совершенно разные проекты. Не обязательно с актерами, с режиссерами, но, может быть, вот еще какая-то, я не знаю, там, с книжными магазинами. Вот есть какие-то желания сделать, может быть, свою деятельность еще вот масштабной за счет того, что кого-то включить в эту структуру? Это интересно. Мы, в принципе, всегда открыты к сотрудничеству и регулярно ищем и соглашаемся на какие-то предложения, поступающие к нам. Это могут быть и танцевальные какие-то истории, это могут быть и, например, ораторское искусство или речь, может быть, какое-то сценическое движение, то есть, ну, и с актерами в том числе, конечно же. Бизнесу, я думаю, не помешает. Ну, можно подкатиться, добавляя все что-то новое и интересное. А это когда к вам приходят, а вот когда импровизация приходит кому-то, да, например, флешмоб какой-то, или давайте пойдем пошалим там что-нибудь, изобразим там, не знаю, на заправке, в торговом центре, в бизнес-центре, на форуме каком-нибудь, конференции. Ну, да, флешмобы, кстати говоря, они часто сотрудничают, как-то вот, часто близко, так сказать, ассоциируются с импровизацией, хотя это, конечно же, предполагает сценарий, подготовка, чтобы флешмобов получился хорошим. Ну, опять же, это все равно весело, самое главное. Чтобы с импровизацией прийти, я скажу, что мы, в принципе, приходим очень часто, мы приходим в тот же бизнес и тренинги на основе импровизации, это тренинги по командообразованию, коммуникациям, лидерству, ну, достаточно востребованная история, и компании часто ищут какие-то способы, ну, так сказать, ну, вот, например, у нас совсем недавно был запрос у крупной достаточно компании, стратегическая сессия на два дня, то есть сотрудники съезжают со всех городов, человек 80-100, и многие не знают друг друга, и вот такой, знаете, есть легкий такой дискомфорт, который нужно преодолеть. И вот импровизация, это вот как такой вот, как раз-таки инструмент вот фасилитации, да, он очень эффективный, потому что он максимально быстро помогает людям ну, растапливать этот лед. Раскрыт. Да, вот этот вот айсбрейкинг, как раз-таки импровизация очень эффективна, потому что все происходит, опять же, в безопасной обстановке, все весело, и мы, люди понимают, что, ой, так это же, да, он начальник отдела, а вот человек в первую очередь, да, который может ощутить. Какой человек? Ничего себе, там такие грани оказываются у него. Очень здорово. Спасибо вам за вашу работу, вы делаете классное дело для многих людей, вовлекая их еще больше, делая их жизнь богаче и интереснее. Надеемся, что это так. Я надеюсь, что мы будем и дальше знакомить всех с теми процессами, что происходит в точке импровода. И, конечно же, мне интересно, насколько можно посмотреть изнутри на вашу деятельность, но это еще впереди, скорее всего. Да, конечно, надеюсь. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо. До встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok